так ну давайте хорошим еще раз сирена до северных садов дай бог россии процветать гарнированная санкции для вас я знаю всего из сотен я сейчас елена санцевинича эту папочку то подготовил еще туда десяток добавили фотографии этих фальшивых которые я выбирал только где мои фотографии полдня я их собирал это только где мои фотографии вот присвоенные то есть это уже стопроцентные фальшивки я вот и собираю один-дорой десятый-пятидесятых уже сил нету . уже сил никаких нет я уже была мужиком я бы сказал как на украине с тобой фляшка ну что с тебя взять-то с дочки-то вот кроме Мазушева поцелуя и вот получается речейший случай Рок Натальевич сказал моя подруга я с сестрой зову вот ленинградская область вот вот его телефон вот карта СБ почему потому что вы видите гранированная санкции вот тут я она мне много чего бы она выписала это ужас какой-то я надеюсь когда-то все это продавать будет уже только вот эти цветочки видите вот но и абрикосы и сливы и вишни я хочу чтобы вся страна покрылась по камень и питомниками потянуть большой промышленный питомник невозможно посидеть и молодежь жалко это проходил вот пока мне садки сожгли идем дальше еще раз геннградская область северский район деревне верхние осельки я рук наталья вячеслава вячеславовна телефон есть есть розы виноград бакча пока подрастает мой сад внимание приходит такая фотография я счастлива ребята я счастлив все они с фаины а вы скажите на милость ну конечно моя фаина еще краше ну из косточки выросла то чудо помните я на прошлом винаре рассказывал подавитесь типа отправила мне обратно косточки фаины и обратно она где-то прочла что выросли дички вот они дички ну как вам дички а а как не стыдно эти если по ней за нами хоть полглаза подглядывали смотреть фото железово еще чего вот а если все-таки полглаза подглядывать может быть стыдно будет может хотя бы от картии что-то вышли что из косточек железово получаются дички я подумал скопировал посмотрел господи праздник 8 90 лет про дички чем столько наука занимался это время наконец элитный сад знаете это уже но это уже запредельно и так как бы набрать до название фаина стала модуль почему я его придумал вот я раскрутил я продал уже сотни косточек а может тысячи фаины внимание вот успехи так и вот когда человек пишет саженцы абрикосы манджурский фаина я пытаюсь но это понятно мошенники почему потому что манджурский фаина не существует природе есть манджурский есть фаина тогда можно предположить что манджурский фаина привита на манджурский здесь про это ничего не сказано то есть есть абрикос манджурский так а вы уже многие из вас посмотрели я вас рекомендую попасть вот сюда я вынужден это сделать очень 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 вынужден потому что кто-то здесь а там вас нет а кто-то там и здесь вас нету поняли и так садоводство по железу всего 12 подписчиков это вам не берет и так железо наследие великого тюнкова видеть представить большие саджи на столько сайта вот это надо знать почему вас не опустились руки почему сейчас возвращаемся и смотрим и так значит манджурский абрикосы это широкий круг учеба ребята многие из вас станут профессионалами я хочу чтобы вы все вырастили эти притомники все до единового можно начать сотни саджи можно с тысячи тысяч удачу зашли 500 800 уже можете продавать вот а что вас камни будут кидать если вы купили у меня фаину и вот такой вырасти будут вас камнями кидать ведут все честно тут все честно смотрите сюда и вот он значит ладенков так царство небесное перечистил 8 сортов манджурского манджурский фаина то есть манджурский такой 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 8 сортов перечислил ладенков информация от бродского тоже царство небесное и вот это придумал манджурский фаина только потому что раскрученное имя фаина мной придумано и что дальше он привитый непривитый что вырастет еще непривитый а только сейчас вот видите можете в следующем вебинаре покажу опять вот так взял снял уголочку было что-то было написано реклама абрикос полукарликовый я уже знаю опять на вишню привели поняли сколько он проживет год два три их продали сотни тысяч ни одного еще не видел от несящего а казалось бы кто кроме меня мог увидеть и внимание продавая по 500 это не дорого это там бутылка водки если не отравлены если коньяк то сто процентов отравлены прошу прощения вдруг по делу железо слушает алё-алё алё я не слышу что вы говорите я провожу вебинар алё так шум трубки и так что получается получается следующее смотрим дальше и так мы не знаем привит не привит если это манджушки да у него в руках такой скромный плод да действительно фаина ни при чем внимание возраст начинается с пятьсот восемь рублей кончается держите за стол двадцать два тысячи пятьсот рублей на 12 год тогда значит давай вспоминать я посмотрел в каком году первая фотография фаины так оказалось 2008 год первая фотография моей фаины самое первое там подводишь эту мышку и сразу высветиваются даты дальше получается что если у них фаина а фаины в другой нет на планете только моя а у них получается 12 лет получается когда отстегиваем 12 лет 22 минус 12 2010 а у меня 2010 то есть получается через два года после того когда моя фаина появилась через два года кто-то заложил питомник через два года и 12 лет растил саженец вы представляете 12 лет у меня любое дерево за 12 лет оно уже не влезет в двухэтажный дом а это саженец а почему пожалуйста распространяйте эту информацию и когда эта санна будет кто беларусам там легшую читать хоть в своем клубе читать может карьера да, 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 да ну эту то ей на федеральном канале может разрешат и придется на федеральном канале опять рекламировать эту побелку а кстати тебе ничего не светит только скажи что побелку рекламировать не будут Опять в Красноярске окажется Тут же это Обратные билеты купят До Красноярска из Москвы Но допустим Как можно рекламировать по Белку А иначе не возьмут этот канал Там все зависит только от этого От рекламы Так ведь? Ну где-то Пусть по интернету ты будешь много говорить Может твой авторитет будет больше моего Тебя будут слушать по интернету Не как меня 500 человек А допустим 5 тысяч, 50 тысяч Полмиллиона Тогда вот это уже тебе никто не запретит сказать И про побелку Подлую-подлую И про то, что 12 лет Кто-то растил сазами С размером с двухэтажей дома А потом пытается продать Поняли, да? Нектарин колоновидный А им лень всегда знать, что сделать Вот видно, что у него нет штампа Это нарисовано, но Обычно они даже когда рисуют Им нужно, как бы называется Панорама Он подходит к дереву Может яблоки так висели Может сливы Вот Ну как выглядит персик примерно Понятно А художникам плевать Он свисающую ветку Сандартировал Видите? Вот и всё Вот Вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok